В Люберцах завершился муниципальный этап конкурса «Рождественский подарок». В этом году на суд членов жюри подано более 600 работ, которые прошли предварительный отбор в школах и детских садах округа. Подробности далее. Здесь большую часть выполнял сначала родитель или педагог, который помогал создавать каркас, основание этой игрушки, а ребёнок дальше уже раскрашивал. В качестве члена жюри ежегодного детского конкурса Анастасия Ткачёва впервые. Вместе с коллегами она тщательно рассматривает каждую подделку. Выбрать лучшие среди лучших всегда нелегко. Этот конкурс переносит нас в детство. И впервые, окасавшись здесь, увидев это количество работ, я себя почувствовала вообще как будто в мастерской Деда Мороза. Глаза разбегались. Каждая работа индивидуально наполнена творчеством, воображением. Действительно, двух одинаковых работ здесь не найдёшь. В каждой своя изюминка и уникальность. В номинации «Новогодняя красавица», например, есть подделки, созданные из шоколада или макаронных изделий. А некоторые работы, к приятному удивлению педагогов, выполнены в традиционной русской народной технике. Так называемые ватные игрушки. Это очень приятно, что такие игрушки и такие техники передаются с поколения в поколение. И присмотритесь, пожалуйста, возможно, вы видели такие игрушки на детских фотографиях своих мам или бабушек на новогодней ёлке. Ёлочки со звёздами, вернее, вырезанные крючком. Это работа очень тонкая. На сегодняшний день, хотя это и старинный вид рукоделия, но современные дети, к сожалению, уже утрачивают эти традиции. Им очень трудно держать крючки, спицы в руках. Очень тяжело идёт этот процесс. И, как правило, они выполняют его сами, без помощи родителей. Перед тем, как попасть на эту выставку, каждая подделка прошла отборочный этап. И возраст участников от 3 до 17 лет. Это воспитанники дошкольных и общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы. Данный конкурс у нас проходит ежегодно, но он стал уже традиционным. Ребята очень любят принимать в нём участие. Работ с каждым годом у нас всё больше и больше. Вот в этом году у нас более 600 работ по принятым заявкам. В этом году пять номинаций. Ёлочная игрушка, новогодняя красавица, символ года, зима в Подмосковье и Люберцам 400. В каждой из них определили несколько победителей и призёров. Авторы лучших работ будут отмечены управлением образованием городского округа.